не получается изображение опять то же самое что-то у меня не ладно это видать у меня не ладится а вы нас видите я вас хорошо вижу кто-то крутится не может включить все еще попробовать я даже не знаю что сказать не загрузилась а может быть час пока поговорим и загрузится а вам не видно что у меня она поворачивается колесико там так нет нету у меня она на экране крутится на одном месте утром не включалась у нас тут и не молитва была сегодня может быть что-то тут с этим не загружается не загружается главное вчера вещи разговоры такие были с америка совершенно свободны сегодня с утра нету вот крутится перед глазами колесо какое-то может быть еще загрузится пока разговариваем ну ладно давайте христос воскресе христос воистину воскресе вот столько долго не звонили посмотрели аж последний разговор был в январе оказалось но не так давно вроде бы как разговаривать а уже май да уже май как быстро мы сегодня то набрали все дома слава богу выходной мы можем поговорить и у нас такой вопрос вы сейчас уедете получается вот и выходные потеряевку а там уже скоро поедете в лагерь до 10 же выезжая да да папа в этой у нас воскресенье день деревни будет но я думаю в пятницу поговорю тут может андрюша тут у нас возит всегда отвезет меня своего транспорта нету но на два дня воскресенье обратно и у нас такой вопрос вот при приехать когда нам лучше можно сегодня ныне говорится когда вы слышите голос божий не сочите сердец ваших как в одни ропоты уже дальше температура показывает до двадцати шести градусов начинать надо работать правда еще не с ним там еще наши не садят только кажется тыку посадили володя с никитой надежда надежда садят семечкой садят не этим не рассады ну да ну да но я тут замочил им чтобы они поторопились мы-то имеем ввиду приехать вот у нас получается в начале июля мы можем приехать и уже как бы все решить июня а нет и июня это не получается июля а я-то речь веду о посадке нет мы приедем потом мы должны будем спросить у всей общины согласно не нас принять согласно согласно я заранее скажу но вдруг скажет нет такого не было мы вас знаем и вот нам надо чтобы нам все это все заявление напишите и вам вы видели как у нас тут сергей тут парализованы видели сейчас говорят говорят надо организовать отдельную интернетную версию там и другие там из германии тоже мы тоже хотим быть вот это последнее они хотели бы тоже так виртуально но некоторые совсем но у них не не совсем благополучная обстановка с мужьями и поэтому наталья наталья и тут на следующей неделе я выставлю ролик одна с красноярского края у нее неблагополучная просто обстановка ну один ребенок и она хочет его чтобы воспитать он первый класс идет а где ты сейчас воспитаешь только потеряешь без мужа все до утра но у нее просто неприятность большая там по семейному делу она одна с ребенком понятно а это думаю но все равно надо все по порядку приехать и сказать почему мы там хотим жить всем жителям дадут нам добро значит мы начинаем все продавать и осенью мы вас знаем анастасия вот понимаете николай вы наши люди то вы как будто бы все время с нами жили у нас то такое же ощущение вот поэтому заявление тем кто путет курит там проверить надо лжет здесь то ничего проверять нет вот у нас допустим к крещению готовят от трех до пяти лет люди приходящие из мира епископ ну он говорит не скоро допускать от блудной жизни приходящих а бывает такой человек который все время ходил у него не было только полного погружения ему месяц там и он все знает ходил в церковь и мы еще ему только принять крещение так что то есть готовый пришел да а вас еще готовят а вы готовы женя так как женя хорошей добрый день пониже опустись маленько голову то не видать вот значит я буду выставлять ролики на озере которым работали мы помните на пруду деревья там пилили то конечно вы уже видели как там теперь вы видели там вот вода не с этого озера вода вот который прорвало ничего не могли сделать там которые называются северные бобры бобры все сгрызли бобры теперь значит мы договариваемся где кто охотники что у нас же мясо их не едят шкуры не знаем что с ней делать надо чтобы кто-то маленько уменьшил их но просто на всех прудах раньше никогда не было они развелись там уже в большом количестве и пока да примерно лет пять назад появились не больше и а че мне расплодиться то а я всегда думала что бобры живут только в реках а это выдра наверно нет выдра это крыса а сказать это ну бывает андатра называется а этот 10-15 килограмм это собачки ну большой большие конечно и они всю ее плотину он и главное дырота сделала но норота сделал прямо там на дне и поэтому туда не опуститься ничего лед и не никак нельзя наши копали не могли до конца докопать а еще вода земля вода ушла из пруда из этого вообще совсем но там и не было ее воды то а тут набрали до вверху то а у него казалось когда растаял она там в норе у него была застывшая то ну прорвало там мешки ты видишь толкают и бесполезно бесполезно но другие то все сохранили там же без пруда то и воды вообще нет никакой ну это на конце деревни там никто не живет сейчас далековато последний дом там был потеряевки называется это северный пруд рыжковский а вот где мужчины то работали там как называется тут пруд южный 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 набрался воды набралась вода но видите бывает так в лагах когда лог перепродят тогда а тут ровное место мы сами его выкапывали этот пруд то он как бы ямка была протекала вода там нет углубления мы углубление это сделали а покуда вода будет затекать мы не знаем оставили два пролома туда откуда вода пойдет из-под железной дороги то но она набирается набирается а теперь то ее надо перекрывать иначе она уровень ты держит за пределами этого озерка нашего и по всем там березам там все вымокнет то есть это выливается ну да конечно теперь володя там делает за пруды из бревена не делать земли засыпать чтобы задержать воду которая уже есть а там бобров нет пока да пока нету в этом пруде да потому что там было сухо ничего не было а тут они ну видите как там второй мостик сильно подняли мы и тоже там они прогрызли было мы не приготовились к этому мы не знали что с ними делать дело в том что когда они появились пять лет назад а я про бобров очень много знаю слышал какие-то строители какие-то просто умные ну и они грызут деревья ребят послал они осинку любят спилили там где-то привезли им хала положили где хатка у них понимаете мы приветили то их а не вижу хулиганье какое они из летом потом куда деваются где они летом они летом тут же и живут внутри и не видели их летом и видели мы видим как они плавают как они ныряют у них тут хатки стоят но мы там все тюхте теке мы же ничего не делаем с ними ну да вот руками поднимется как но теперь мы все они нам объявили войну и мы приняли ее теперь мы узнаем где есть настоящие охотники капканами ружьями мы даже их выживать они если бы рыли где высокие берега там бы нас не касается они прям изрыли все но они платину разваливают а я заплатил за эти плотины в прошлом году больше двести пятьдесят тысяч так дал там же дерево а вот они дерево это и грызут а там нету деревьев даже нет деревьев совсем нету а вот эти платья они же деревянные а вот в каком пруду на этом были даже рядом который около лагеря то там деревья есть они все попилили там деревья такой толщины ну я не знаю показать сантиметров народ 30 диаметре 20 и дерево падает они его они падают они его питаются этим у него внизу два зуба примерно вот как у меня два пальца поднимет так двоеперсия так вверху то вот и это его зубы такие внизу большой кролик большой кролик да да ну у нас там барсуки есть но барсуки то они не как мышей только ловят я никогда не ожидал такой беды я просил чтобы охотники не ходили не трогали а сейчас перевернулось и все у нас на прошлом году даже радовались что эти ну вот видишь как это никто не ждал этого при том сколько у нас шесть прудов и на всех прудах появились они на всех а потому что их никто не беспокоит у нас написано стрелять запрещается охранная зона мы специально это такое сделали а получилось что ну они не подвели нас так скажем мы не виноваты они вышли на тропу войны мы ее приняли они уже рушат перчатка брошены говорит но вот про школу кажется да решается вопрос что дети то наберутся прям так не хочется чтобы школа закрылась там да но вот сейчас надо думать о ребятишках это только как думаем получится там племянник один-другой хотел приехать нам нужно сейчас это продержать дальше поставок обстановка может резко измениться как только на юге там начнется накал какой люди оттуда хлынут сюда потеряевка ждет своего часа сколько должно быть детей чтобы она не закрылась ну хотя бы вот пять да как в этом году минимум пять хотя бы меньше пяти уже три учителя это совсем три учителя надо чтобы учителей сохранить а когда школа была 21 ученик было потому что если ее закроют и открыть потом будет нелегко 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 у нас ведь и большие связи тут в администрации это и поэтому даже учеников меньше пятидесяти закрывают закрывать школы у нас пять ну конечно у нас ученики они везде там где какие конкурсы они хорошо отвечают ну с ними больше занятий да и еще такой вопрос на тех значит когда крестят человека уже взрослого ну у него там какое-то имя было там совершенно вот он вообще не верующий был и вот пришел и захотел окреститься на этот человек ему имя это оставляют оставляет или меняет это от него зависит это если у него было имя такое которого нет в святцах нету его вот у нас один крестился он немец эдуард ему имя сказали выбери другое у нас нет эдуардов а в англии есть святые но мы же не в англии ну да там есть такие вот он взял севастьян и он сейчас у нас это главный по юридическим делам он это на мои племянницы женаты нынче то вот не нынче в прошлом году то когда на нас навалился роспотребнадзор он там это дело вел то и процесс выиграли они не могли нас оштрафовать а для роспотребнадзора это считается большим поражением и поэтому поэтому лагерь мы расформировали теперь купили домики и теперь до мы приглашает людей а лагерь как музей еще вопрос вот мы приедем а можно со своей палаткой чтобы там место не занимать знаете мы не ничего не можем сказать пожалуйста но мы в лагере все кельи это целые если у вас с собой ну только простыни остальное это мы все дадим ну байковое одеяло теплое одеяло матрасы подушки наволочки чтобы вас свои были и вообще по палатка палатка там и ветер а это же кельи закрытая мы лагерь для приезжих отдаем свободные будут да можно пожалуйста а много на крещение у вас нынче народу собирается пока не знаем потому что издалека которых мы уговариваем и что поищите где поближе трудно людям добираться вот одна видишь с тремя ребятишками это наталья и думает приехать но не знаю как с мужем у него он сириец ну ну я смотрела все ролики ну вот так сказать заранее ничего нельзя но не сложно все равно да там у себя все утрясти от бога зависит как сердца людей расположены а то есть понятно в лагере будет пусто место будет а вот в лагере мы нашим у нас там нету и мы лагерь передали деревне деревне в дар подарили все строения чтобы там они могли и заниматься и принимать приезжающих новоселов и кто на крещение приезжает там кухня там все сами готовят и а мы туда даже не ноги не ложим поэтому роспотребнадзор долбил только где спят и что едят где кухня а мы это все уничтожаем их не касается в семье приехали гости и притом они напали на нас 18 июля 19 я уже расформировал лагерь и деревне передал все имущество они все еще пытается воевать они через месяц еще суд подавали просили приостановить деятельность лагеря которого нету остановить на 6 месяцев у нас официально 2 августа закрывается то есть они не работники мне говорят не надо так было говорить вот и принимаешь я никогда не терпел от того что открыто говорю и делаю мы должны опережать события следующий день я понял что ни под каким видом их не победить 110 тысяч работников они получают миллиарды миллиарда рублей отпускается каждый каждый месяц им прислушаются суды прокуратура полиция ну как устоишь то никак полиция там дежурила день и ночь вахтовым методом не уезжали даже они дежурили у простого у пустого лагеря там никого же не было детей выловить все но они нас не трогали им нужны были адреса а тут они тогда искали хозяев и прокуратура ходили как мне сказали по домам и добивались от них уже свидетельства что-то с ребенком было что то сделали но никто не пошел на это это уголовная статья на них я уже думал зимой я хотел подать на на краевую прокуратуру махнул рукой да на их отстали они больше не стали они поняли что ну 10 дней мы ждали после решения суда отказали им в иске административную статью нас сначала навешивали а штрафы всегда миллион или полтора они на общину хотели это серьезно серьезно это советская власть не делала это ну а тут ничего им не вырешили почему потому что община возникла после лагеря через 19 лет она никак не могла образовывать лагерь имеет но ребенок ребенок свою мать не мог родить это так понятно а если на вас лично то полтора миллиона с вас бы нельзя да нет но ними это полтора миллиона это там государственный где-то ну тысяч пятьдесят то сгладили бы у меня 6523 рубля меня нет еще но господь опять помил но они этого простить не могут не могут они сейчас будут искать а искать им будет некогда сейчас такие будут события могут быть что им не до нас будет ну слава богу что отстали они потому что да открывать никак нельзя но все молились молились и в австралии в америке и в канаде в англии и пятидесятники у нас дети это были еще и не только православные все молились и поэтому это дело божье это бог сделал так он закрыл нас ну и то что мы заранее проводили тренировки как вот приезжают они как убегать это все выставили мы в интернет так меня забили разные телевизионные организации с москвы 24 это телевидение приезжала там откуда только не было я только одним разрешил ну и кое-что в интернете они выставляли и прибавляли еще там вот вроде да 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 вот мы так делали но но плохо сильно то не говорят священникам просто удивляешься вот почему они к вам плохо так относятся на это естественно а почему христа первосвященники не любили но это было всегда так почему против моисея бунтовали дофан а верон и корей живем в ват проваливали это господь прямо сказал гнали меня будут гнать и вас а если было за мной что-то они бы тут живем меня слопали дело в том что мои книги это не одна книга а тридцать восемь только в книжном варианте да не считая еще у меня 7 томов выставлено в интернетной версии а брали на исследование несколько епархий какие там у них отделы цензорские сергиево лавра до этому главному баламуту дворки ну давали вода совсем уничтожили что размазали вообще нет теперь одесса киево-пещерскую лавру отослали книги мои мне сообщили и нигде ни одного слова мне в ответ никто не сказал ну за 14 лет можно было хоть 14 слов сказать я говорю а почему мне отвечает это не что самоубийцы что ли конечно они начали все это сами читать да конечно они видят им не не до нас а зачем скажет что они много могут сказать конкретно сказали что не заботятся о пасты и не учат разбредается по сектам но это патриарх сказал я не просто говорю у меня ссылки на документы вот сейчас как нужно покаяться священником от мы-то на есть подходим а священники раз в год ездят тоже там к своим ну там поставлен над ними какой-то химонах и романах там ну и я этот материал выставил 24 пункта по которым они виновны почти все 24 что не учат не заботятся раньше времени до 30 лет рукоположенная а что они скажут когда канон канон а видишь как но они вообще священники мы мы мало сталкивались но даже вот сколько уже столкнулись убедились убедились вот абсолютно вы правы во всем даже на 200 процентов даже не на 100 на 200 да они понимают что надо делать и когда где-то мы отдельно встречаемся когда архиерей приезжает а я на эту тему и говорю они головы не поднимают и когда мы были в епархии встреча здесь вместо священники там благочинных кажется четверо трое было секретарь но и подошли вплотную я говорю вы хотели бы быть такими как мы но я мы же знаем что вы хотели бы так но мы вас как чего игру боимся болотной сейчас батюшка пришел отец аким идет уже нашел да вот он перед дверями но вам не видно будет ну ладно садись я уже забыл что вам не видно то мы еще не сделать но ничего не сделать а то мы так все время нам некогда то мы заняты то говорим уже поздно то рано и в общем никак вместе вот собраться не можем узнал дед с горного алтая были летом но вы потом ролик смотреть будете вы его увидите а через неделю может его поставлю не будем вас уже задерживать еще лучше как-то наберем там еще у меня были вопросы я потеряла свою бумажку писала и писала и писала и все не могу найти а что я там хотела спросить уже не помню но наберется еще вопросов да вопрос они всегда возникает но мы на ваших роликах находим эти ответы вопрос какой то есть включишь все ответ получил так не со всех сторон это пишут говорит только приготовили вопросы включили ролик и вы отвечаете один говорит я иду с женой такой сложный вопрос пришел говорит а у него проповеди моих там тысячи триста какой включить я включил да не сначала и вы первые слова говорите о том о чем мы дорогой говорили то это но один-два раза но если это уже 50 раз у меня так было то это не случайно вообще часто у меня какой то есть какой-то ролик с кем-то разговаривать именно об этом поговорить вот мне сегодня к двое скинули как так может быть я приготовился спрашивать нечего открыл ролик это вы мне ответили я знаю в житиях есть такой один там получал письма он их не распечатывал а тут же давал ответ писали отсылали вместе с их письмом именно на этот вопрос да да конечно на этот он даже не распечатывал это бог делает так мы да мы имеем бога живого который отвечает на живую молитву вот так спасибо христос и гнать спасибо христос спасибо христос вам за все батюшка вот в начале июля думаю приехать подавать заявление примут или не примут нас говорить на сначала спросим у жителей а как приедут посмотрим вдруг едут сами посмотрят там если уже будем знать что надо они все время смотрят с бобрами то еще говорит там у вас обижают нас они. Я почему-то думала бобры в степях не водятся. Одного поймали. А вообще, что с ними делают с этими бобрами? Их ловят, ахотник? Как воротник, шуба бобровая, знаете, бобриковая называлась. Это очень дорогая. Она непромокаемая. У Шаляпина Федора Ивановича такой тулуп был из бобров. Точно, точно. Я вчера взял 26-й том, и там стихотворение одно. Ошанин, кажется, там. Как бобер решил на лесе жениться. Ну что, говорит, бобриха уже там восстанавливает, а он, леса, красивая, она все крутится перед ним. Ну и женился он на ней. А потом встречается старый друг его еж. Ну и как? Да как, говорит, ни жизнь одна маята. Ничего нет, говорит, только одно. Только красовать все так вертится. То одно купи, то другое купи, говорит. Пойду-ка я, наверное, назад, говорит, к бобрихе своей. Бобрихе-то назад пошел. А бобриха говорит, все, у меня, говорит, уже другой бобер. Иди. Куда ушел? А ты знаешь, Лева... Как за тут-то бросаться? Лева Ашанин-то написал про это. Он с женой прожил, кажется, 23 года. И он преподавал там, это поэт наш. Я у него в литературном институте стихи рассказывал. У него, там я, там был, свои стихи. И вот он там студенткой влюбился и жену оставил. А потом в окно смотрит, а работает он мало, сад хороший видит, она уже с садовником милуется. И он кончил жизнь свою без своей бобрихи. А Алиса-то это ушла. А что ему? Она лет на 30, говорит, сколько с лишним, моложе его. Вот и все. Он писал, знал, про что писал. Ну, конечно. На себе пережил. А другое такое стихотворение у него там тоже, значит, ну, жили Наталья и муж там Ивана. Началась война. Он проводил, она проводила на войну его. Ну, и прошли годы там, и 3-4 года уже никаких вестей. Наконец ей пришло письмо из госпиталя, приезжай, забирай мужа. Она приехала. Врач ее ведет по коридору госпиталя, открывает палату. Вон, говорит, твой этот, Оленин, там, Иван Сергеевич. Она подходит, он без рук, без ног лежит, и лицо все обезобразно, то есть не узнать. И он не разговаривает, не может разговаривать. Но она его забирает, как мужа забирает, домой его привозит. Дети там, четверо, кажется, детей. Она, дети, поклонитесь все отцу до земли. Отец, видишь, как за нас, говорит, пострадал на войне-то. Ну, дети исполнили все. Ну, и он живет у них. Ухаживает она за ним. Вот. А он никакой. Все-то эти бабы деревенские, все ей, значит, как бы сожалеют. Вот, говорит, бабе, участь-то какая пришлась. Как это? Ну, она, ну, и проходит-то, может быть, год сколько-то, и вдруг она вечером слышит под окном шаги сапог знакомые, походка-то знакомая. Дверь открывается, заходит ее муж, только одна рука перевязанная. И все. Он огляделся. Что? Не ждала меня с орденами. Пришел уже, война закончилась где-то, значит, наверное. Глянула на его месте-то, где он. Другие, говорит, глаза только глядят на него, с его места на кровати-то, где он был. Ну, и он понял все это, поклонился, говорит, жене до земли за ее, значит, подвиг этот. Ну, и теперь, говорит, если кто-то будете, говорит, вы где на берегах Волги, то зайдите обязательно, говорит, в эту избу, вы увидите, как напротив этой женщины два солдата сидят за столом. Ну, они его оставили у себя уже. Это в 26-м томе, наверное, там можно найти, это стихотворение оттуда. Олег Оршанин. Олег Оршанин. Открытым оком. Да. Там его без слез считать нельзя, как оно. Да, да. Если уж такого приняла, то такой женицыны нет. Да. Я поищу его, его, может быть, даже скину. А здоровый тому, что увидел, что я, какой она подвиг совершила, и до земли, говорит, поклонился ей. Да. Спаси Христос, такой женщин был. Да. Спаси Христос. Это у нас отец рассказывал, где они жили, там, в деревне, Карповка деревня была, говорит. Ну, и на фронт-то уходили, мужики-то много, а вернулись-то там единицы, там сотни, может быть, едва ли десяток, где в какую деревню вернулся-то. А вернулись, и те по полчеловека, как у нас. С нашей родни ушло пятеро на фронт, а вернулся наш один отец, и то полчеловека. Левой руки по самому плечу нету, и глухой, как пень. Вот как было. Ну, и, говорит, пришло одной женщине, значит, там, письмо. Она, говорит, красивая такая была, там, все там, с мужем-то не так, ладно, жили. И он, говорит, я вот в госпитале лежу, но у меня там нет двух ног, там, одна рука, что-то, ну, и, в общем, не человек. Если примешь меня такого, то я поеду, а нет, значит, то и нет. Ну, она отвечает, что ты мне такой, вроде чурбан-то, зачем и нужен-то. Ну, и все, отказалась от него-то, что нет. Ну, проходит какое-то, ну, и она там уже, какой остался там коллега в деревне-то, она там уже с ним живет. Ну, проходит какое-то время, он возвращается, живой-здоровый, а обе руки и ноги в орденах, вся грудь-то. Вот. А вот она тогда взахалась, я говорю. Он ее испытал. Как она? Да. Это было пример просто, отец рассказывал все. Да. Я слышу. Держи руку. Даже песня есть такая про это. На таком расстоянии. Проси Христос. Проси Христос. Игнать Тихонович, все, мы отходим, еще перезвоним. Проси Христос, батюшка, зарассказывал. Говорите, отходим на время, отходим. Не на все. Да, на время, на время. На время. Благословите нас. Благословите. Благословите. Спасибо Христос. Спасибо Христос. На озеро, которое мы там деревья-то пилили, теперь там очень удобно купаться. И она первая прогревается. Оно прям среди деревьев находится-то. Ну и очень красиво выглядит. Вот мы ставим там, смотрите как. Ну воды-то все равно задержали сколько-то. Это у нас она пробная. Если бы она с этой стороны затекала, тогда бы проще там. А там мы два места захода воды сделали. Это захода, а дальше-то идти некуда. Если бы оно глубже было. Экскаватор не смогли нанять. Ну все это о будущем. Но, по крайней мере, теперь озерко. Да, Игнатий Игнатьич, а вот раньше там люди жили, когда они сами начали делать эти вот труды? Вот здесь, где мы работали, вот с Николаем Евгением, там просто, ну маленько, как сказать, бащажинка была. Ну совсем, углубление и все. Нет, ну как, она была там, плотина была, там же лошадей поили, катафетский пот называется. Ну поили, такого-то не было. Мы купали, купали. Это рукотворно, люди сами это делали. Да, 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 сами. Плотины сами делали. Все делали вручную плотины. Я еще был, когда пацаном, лет мне было 12. Я помню, как эти плотины весной там подправляли, то делали как? Мужчины там, значит, накладывали, на плотине там разравлены, женщины накладывали в тачку, а тачка была конная такая, на двух колесах. Они на лошадях, я на лошадях, пацаны на лошадях завозят на плотину, а там крючок один открываешь, и тачка, как самосвал, поднимается это, вываливается. Там мужики разравнивают, а женщины накладывают. Вручную все это делали, плотины поднимали. Ну потому что нет реки, а вода нужна. Вода нужна, реки нету, а это была. Но там выбирали место, где ставить, чтобы где был пруд, плотину, там, где есть родники. Вот. Почти на всех прудах где-то там есть дополнительно родники бьют, и они пополняют объем воды за летом. А вообще родники есть? Есть. Родники есть. А то кажется, вот так, ну просто равнина, мы-то привыкли, что у нас здесь... Нет, нет. Но не равнина, это у нас называется лога. Ложбина. Ну, лога, лога. Да. Она глубокая есть, они... И там делали плотины везде, искусственно уже плотины делали. Тогда люди были, видите, когда поселились люди, они выбирали как бы место где, чтобы была вода для скотины, для птицы, потому что, чтобы рыбу какую-то развести можно было. И люди были трудолюбивые. Не так, как сегодня у нас. Сегодня мы находим канавы, прокопанные канавы на километры. Канавы. Это что такое? Спрашивали еще мы отца, отец, это называлось паскотина. То есть, окапывали канавы какой-то участок пастбищ, и весь... Ну, чтобы скот, скот не ходил. Чтобы скот, скот, чтобы не выходил за это... У нас тоже паскотин называли. Покосы там не топтал, посевы. Вот он называется паскотин. Так они еще по сегодняшней, это уже прошло сто лет, как копали эти канавы-то. И по сей день еще канавы эти... Ну, они заросли как, но они заметны, эти канавы. Заметны. А около батюшки глубина ее больше метра. Ну, это потому, что леса не было, нечем было загораживать. А все огороды у нас, допустим, в деревне, каждый огород был окопан канавами. Канава. Чтобы скотина не заходила. Ну, и время от времени, там, через год, через два, мы подновляли эти канавы. То есть, обратно подчищали, чтобы поглубже было. И все. Вот как делалось. И загород... Не загорожен? Нет. Загорожен был, только назывался у нас рассадник. Там, где мелочь, там помидоры, где там капуста, лук. Но там делались так, что в лесу там вырубались ивовые прутья, делались, вбивались околи, жерди и плетень. А они вырастали же, потом эти ивовые. Нет, нет, нет. Они засыхали и все. И вот плетень такими, плетнем все, отец с одной рукой все это оплетал. И поэтому ни одна курица, чужая, сюда в рассадник зайти не могла уже. Все, это наглухо было. Мне просто вот интересно было, думаю, ну как можно... Без гвоздей. Это все вот загорожено, допустим, ограда, рассадник, ну, допустим, там метров там 20 или 30 на 30. Вот. Без одного гвоздя, ни одного гвоздя нет, ни одного гвоздя не было. Без гвоздя. Связывали все, две же два кола, между собой связывали, тоже, такой называется, растет у нас акация, гороховик. И вот им. Акация, акация. Связывали два кола, между ними жердь вложили, а теперь уже три жерди, а между тремя жердями заплетали этим прутья, которые нарезаны. Все так делали. Не было. Но очень напоминает, как у меня, вот дедушка мы жили. Ну, так, все тогда так и жили, видите, не было, с лесом было, не давали лес, не то, что сейчас, тогда не давали лес. Почему-то не давали, да, вот у нас много не давали. Не давали. Мы, когда деревня закончилась, уезжать-то стали, все люди-то разъезжать, а кто-то продавали, а у кого там получше, то с других деревень брали там на баню там или там на дом переставили, у кого хороший дом. Но у нас был дом еще неплохой. Но цены давали, смешные цены. Это был 71-й год, допустим, за наш дом давали отцу 600 рублей. Когда дали... А корова сколько стоила тогда? Ну, корова, я сейчас не знаю, там тогда сколько стоила. Ну, вот 600 рублей давали ему за тот дом. А отец ответил так, 600 рублей. Да я, говорит, объездщику, когда лес возил с этого сбора за 25 километров, объездщик, это как лесничий. Я, говорит, больше ему, говорит, споил водки. Он раньше все, правда, с этой водкой. То есть нельзя было так, а он на быках, а на быках возил. Поедет на быках, там, ну, и лесничий потихоньку, он 2-3 лесины, там, 4 ему там спилит какие, погрузит ему на арбу, на двух быках. И вот он так потихоньку лес на дом возил. Отец. С одной рукой. Из-за все. Сосна? Сосна. Сосна. А вот я чуть не до смерти вспоминал случай такой у него был, когда он ехал со старшим сыном и сломалось колесо. На старшему сыну это было лет 10-12, не больше. Совсем. И вот отец теперь в деревню идет, а там паутов, море, они кусают, быки не стоят, а бык-то не один, у него два быка запряженные. И теперь-то, когда принял, колесо привез, а как поднять-то? Да специальная палка, и как он поднимал, отец надрывался, он до смерти вспоминал это все. Чтобы колесо-то надеть-то один, да с одной рукой. Там домкрата уже не было. Ну, ничего не было. Это надо подважить было. А одна рука-то поднять, а вторая рука, да с одной рукой. Да был бы второй мужик, кто-то подал бы, а то кого там, пацаненок. Я отец много вспоминал, а это всегда вспоминал со слезами. Ну, тяжело сильно. Вот еще, пауты, быки не стоят, телегу поднять не может, там уже все, в животе отрывается, а поднимать надо. А разгрузить бревна, уже назад не погрузить. Конечно. Да. Нелегко жили наши. Да. У всех так было. Тяжело все очень. Ну, говорит, ну как тяжело. Да. У меня дед тоже был в своей нынешней. Одно тяжело-то, а другое-то. У нас там стояли колхозные амбары, деревянные. Там амбаров, наверное, 10-15. И вот мы пасем в скот, отец подойдет к раннему амбару, угол так гладит амбар, и заплатит. Тя, чё? Это мой амбар был. То есть, когда у людей-то поотбирали, в 30-м году-то все амбары, у отца дом отобрали, все амбары. В колхоз везли, составили их там уже. Колхозное теперь, всё уже. Это он всегда, это, говорит, мой амбар был. Здесь точно так же. Отобрали у людей. Всё. А тут настроили, военкомат там у кого-то с их дома сделали. У кого что? И люди тоже это помнят, что это с нашего дома было сделано. Да. Да. Считали, что, наверное, какие-то небогатые кулаки там, не знаю. Это нет. Хотя все бедные жили. Кулаки были. С нашей деревни было 7 семей, которые как кулаки, которых всё отобрали, их сослали в Сибирь, туда, в Сибирь, в Нарым. Назывался. Их туда сослали. А наши дедушка, вот отец, они были не кулаки, а назывались лишенцы. Потому что они жили-то бедно, работников не нанимали. Но не побирались. Своим жили хозяйством. Но в колхоз не пошли в колхоз. В колхоз идти, надо было свою корову, лошадь отдать, телегу какую он только что. А люди-то они приехали где-то уже после 1900 года, туда-то приехали. Отец был Рязанский, с Рязани приехали туда, на Алтай-то. А они приехали, вот как старообрядцы, гонимые, да? Нет, нет. Они приехали, когда была, по-видимому, Столыпинская реформа тогда. Что там в Центральной России земли было мало, а здесь в Сибири много земли. И была реформа такая, что люди ехали туда, то им, значит, была какая-то соцпомощь там и от налогов освобождались люди. И землю давали, да? И землю наделяли, бесплатно землю давали какую-то. Вот люди-то, только начали они жить, и вот она пришла долгожданная советская власть. И все, только они начали жить, все, отца дом отобрали, эти амбары все. У него была одна кобыла, корюха. И он на этой корюхе в Семипалате, говорит, ночью ускакал, сам ее продал уже, корюху эту. А потом, когда отец вернулся с войны уже, а брата его старшего не взяли на войну, дядя Степан. Он был, видать, с гражданской коллегой, прихрамывал. Первой германской. Первой германской. Он был на первой германской. Ну, в 14-м году. У него на ноге, вот ниже здесь утолщение, вот это как лепешка была снята, и перерастили ее мясом с кожей. А когда пришло время умирать, у него это отскочило опять. Как могло быть так? Ну, и вот, а он был грамотный. Грамотный, что он там, три класса, что ли, церковно-приходской школы кончал. Это читали. Он умел считать на счетах, умел считать там на счетах. И он был, работали, его поставили молоканщиком. То есть там, колхозное молоко перерабатывать и сдавать. И вот когда отец вернулся с фронта, и этот брат-то, дядя Степан, написал Калинину письмо, чтобы... И вот после этого, будто бы, тогда вернули отцу то, что осталось от его дома. А то осталось обгорелый сруб. Там его в бригаду привезли, а в бригаде там подожгли, что-то... Были обгорелые стены. И я помню еще, пацан, когда было то... Ну, отец его отремонтировал, все, мы там в нем жили. И я в этом доме родился. Игнатий родился в другой деревне, а я уже в этом доме родился-то. И вот выходим мы в сенце как. То в сенце стены всегда были черные, в угле. Ну, обгорелые. Обгорелые. Как были, так и были там, эти стены. А вот людей, когда вы гоняли, а куда они девались-то вообще, если их дом забирали? Люди? А куда угодно. Куда угодно. Куда хочешь, куда идти. Куда хочешь. Так это люди, которые сердовольно хотели принять. Так теперь на тех людей было. У тех людей могли отнять, кто их принял, этих выгнанных. Дедушку, когда выгнали, он собрал все имущество на тележку, ручная, двухколесная тележка, сложил все туда. И трое еще было парней. Мать-то уже была как невеста наша-то. Он сложил все это и ушел за 30 километров в другую деревню. Там был совхоз, не колхоз, а... и там он выкопал землянку из земли делали. Выкопали землянку такую сделал. Крыша, крытая камышом, было. Стены широкие. Мы на подоконнике вдвоем с братишкой спать ложились. Там около метра были эти стены. И это все из земли, выложены пластами, резала земля, выкладывали. А, это не в землю, а сверху сделано? Половина, допустим, метр в земле выкопано, а сверху, как вот дом надстраивается, эти из пластов, вот, вот так вот. И так, а в избе было, бабушка была очень аккуратно, чисто. В избе, в избе здесь и так, закрыть глаза, зайдешь, ты не узнаешь, что это землянка-то. Чисто, бело все, побелено было, по стенам, там вышивки висели, там печь русская большая. Вот так вот и жили. И отец рядом выкопал землянку с матерью, там с дедом, это на Карповке уже жили. Вот, а потом уже после войны, тогда в Потеряевку отец уже вернулся, где дом-то его был. Я там родился. И вот трое ребят, с которыми выгнали, Макар, Филарет и Мануил, теперь все в войну пошли. Артиллеристы там кто были, все погибли. Последнего взяли 18 лет, ему неполных исполнилось, но взяли в училище, в какое там военное там, а потом и все трое... Все, Родина-мать вспомнила теперь. Теперь не вернулся ни один из них. А мне вчера выдали документ. Я являюсь ребенком войны. Вот сейчас что-то отчитала я, да? Да. Все там с печатью, все. Ну и какие-то вроде под соцзащитой находимся какой-то. Где она, это соцзащита какая-то? А это что? Там же какие-то, наверное, на телефон, может быть, да? Вроде говорят, говорит, обещал президент дать по две тысячи. А-а-а, точно. Да. Ну все, богатеете. Да, мне матушке привезли. Ты не подавал, нет? Ну, а я поторопился, родился пораньше. Нет, попадаешь в дети войны. Это не то, чтобы войну родиться, а от которой до войны были. Но ты так выразился, кто войну родился. Нет. Дети войны. Кто пережили войну. Дети. А, ну это много. Много, значит, будет там. Ну, две-то тысячи, конечно, это. Ну, я сказал, у меня пенсия 6523. А из Москвы там один, Осипов, ну, там за права людей борется. Он говорит, сегодня чаевые, говорит, такие дают. Ну, да. Ну, когда за столом сидят, ну, и кельнеры, мы этим обслуги постолько дают. Ну, конечно, как можно жить на такие деньги? Живем. Как это можно? Живем. Живем. Очень красиво можно жить и весело, и радостно. И весело, и красиво. И каждый день об этом Бога благодарим. Да, да, да. То есть не надеяться ни на кого. На митинги не уходим. На Бога только надеяться. На Бога, с Божьей помощью. На митинги-то, да, вот митинги-то. Начали митинги у нас опять эти проводить, и 1 мая. Я так удивилась в этом году вообще, что 1 мая митинг. Это надо отвлечь людей, чтобы не задумывались шибко. Да. Да, как у нас чего. Не тужили сильно. Не тужили, да. Порадовались. Да. Ну, а радоваться что, живем спокойно. Нет у нас никаких, взять, в Сирию. Хотели бы позавидовать сирийцам, где не знают, от кого бежать. И там некуда бежать-то. Со всех сторон. Их бомбят, стреляют, и все. Мы спокойно ложимся спать, даже не закрываясь. Другой раз я раньше лягу, думаю, матушка закрылась. А вы говорите, все открыто даже. Она прошла, я не закрылась. Ну, почему не закрылась? Да я забыла, прошла. Там заходи ночью, и, говорит, вместе за ноги вытаскивай. Ну, а мы проверяем, бегаем, закрываем. Нет, у нас нельзя. Ну, у нас нельзя. У вас спокойнее в этом отношении? У нас, естественно, людей много кругом. Как город. Я уж хожу, друзья, вечером к Игорю, к машине. Смотрю, машина стоит, там ключи в машине. Ну, вытаскивайте, закрывайте же. Ну, нельзя же так-то, говорю. За беспечность Бог нахажет нас. Да, да, да. Не надо давать повода. Не надо повода, да. Чтобы глаз у них видел, где можно своровать. Ну, сейчас уборка идет. Убираем там гречку, овес убирает. То, что осенью не убрали, сейчас убирают. И она еще нормальная будет? Нормальная, гречка хорошая. Она не поддается, она крепшая. Не поддается, как бы, влага, она плохо влагу не впитывает. А овес, ну, почернел, но все равно он уже пойдет на корм, допустим, баранам, там дробить скоту. На корм скоту упадет. Вот, он гречки убрал уже, наверное, тон 40 собрал. То, что осталось с осени. Ну, осень была ранняя. Начали, а там комбайн старый сломался пока там еще. А потом пошел сразу снег выпал. И все, мокрый снег. И так пошел. Ну, отговаривай. На новый-то комбайн не насобиралось еще? Ну, нет. Вчера он купил там у соседней, там, старый комбайн. Но на ходу он. Но новый где там. Новый комбайн сегодня, это надо 5. 5 миллионов? 5 лимонов, да. Ой, я почему-то думала меньше. Нет, меньше нет. Это вообще. Только богатым хозяйством покупать. Это такой хороший комбайн, но не самый хороший. А самый хороший 11, там, 12 стоит, который вот большие покупают. Вот мне говорит, если бы я познакомился близко с Дональдом Трампом, мы бы так сошлись с ним. Но он, видя, как я живу, и сказал бы, а хотел бы ты, чтобы деньги-то... Я говорю, много мне не надо. Ну, хотя бы один-то миллион ты можешь, но засмеялся бы и сказал, а что будешь брать? Я бы сказал, Игорю Барабашу лучший комбайн купил. Это у меня... И то не себе. Не хватит одного миллиона, Игорь Барабашу. Долларов? А, долл? Это 60 миллионов рублей. Это можно. Да, да, да. И комбайн, и хороший экскаватор купить можно было. Экскаватор тоже можно купить. Бульдозер? Да. Дорогу сделать. Да, и щебенки вагонов 5. Своими силами дорогу сделать. Ну. До трассы. Ну ладно. Ну все, отпускаем вас. Спаси Христос. С Богом. Не задерживайтесь, давайте. Чем раньше, тем лучше. Угу. Хорошо. Хорошо. С Богом. Храни Господь. С Богом. Храни Господь. Храни Господь. Храни Господь. Продолжение следует...